Доброго дня, граждане республики Казахстан. Меня зовут Белява Сергея. Я хотел бы в этом видео затронуть будущее Казахстана. Что может сделать Казахстан для того, чтобы иметь хорошую экономику и развитие? Для этого нужно нам посмотреть на карту мира. Смотрите, вот карта мира сегодняшнего дня. У нас тут что получается? У нас получается, что Казахстан находится рядом с Россией, Великой Державой, Ядерной и Китаем. Если я вам скажу точно, что за Китаем есть только будущее ядерной энергетики и транспортной логистики. То есть развитие ядерной энергетики и атомного оружия, и транспорт, и высокоскоростные эффективные системы. Почему? Потому что Китай является огромной фабрикой, которая производит все, и там полтора миллиарда человек заняты только тем, что производят какие-то вещи. И есть огромный рынок сбыта, это Европа. Туда, чтобы попасть, Китай может через Казахстан, Россию, напрямую в Европу, или через Тихий океан, Индийский океан, Средиземное море попасть в Европу. Но проще всего проехать через Казахстан. В Казахстане что есть? В Казахстане есть огромный рынок, месторождение ядерное сырье. У нас есть ядерная энергетика, у нас атомная электростанция действует. Значит, у всех стран есть дефицит энергоресурсов. Что в России, даже у нас в Казахстане, не во все поселки проведена электроэнергия и газ. В Китае тоже самое, вот эти западные районы проблемные. Узбекистан, Туркмения, Афганистан, тем более. Киргизия, Пакистан, Индия. Смотрите, огромный рынок. При том, что сейчас в России очень сильно развиваются технологии сверхпроводимости. Это что значит? При транспортировке электроэнергии потери энергии очень минимальные становятся. Да, и высокоскоростные. У нас огромный ресурс сырья. Мы можем построить излишнее даже количество атомных электростанций для снабжения всех прилегающих территорий. При этом мы сможем восстановить ядерное оружие. Почему это важно? Вот у нас есть Южная Корея. Вот, видите, Северная Корея. Северная Корея. Северная Корея маленькая страна. Но эта маленькая страна угрожает Соединенных Штатов Америки. И Америка поставляет ей и рис, и дизельное топливо. Потому что у ней есть атомное оружие. Потому что никто на атомную державу наступать не может. Чтобы Казахстану обрести независимость, ему нужно атомное оружие. Потому что у нас нету просто человеческих ресурсов. Если мы сможем участвовать в развитии технологий сверхпроводимости. Развивать атомную электроэнергетику. И транспортные системы. Там, не знаю, скоростные электропоезда на магнитной подушке. Чтобы проводили они быстро, дешево и эффективно. Тогда мы сможем на равных разговаривать с ближайшими странами. И с Китаем, и с Россией. Но союз должен быть только с Россией. От этого очень хорошо, что Такая провел в новом изменении законодательства. Законодательство о том, что все руководители государственных чиновников не должны иметь счета за рубежом, недвижимость и так далее. Ну, где лежит твой кошелек, там и хранится твое сердце. Правильно? Но я думаю, что не только он не должен там иметь счета. Но не должны иметь его ни родственники, ни братья, сестры, ни дети, ни родители. Потому что это большая коррупционная составляющая. Я думаю, комитет здесь должен работать в этом плане очень мощно. При этом должна быть полностью 100% ориентация на Россию. 100% ориентация на Россию. Почему? Важно. Смотрите, какая территория в России и огромные недра. Здесь эта страна огромна. Победить ее просто невозможно. Вспомните войны. Доходили максимум до Москвы, до этой территории. И потом исчезали. А смотрите, сколько еще территорий. Да, они не все освоены. Но если Казахстан сможет энергетикой помочь России, то эти все территории будут освоены. Что даст нам надежного, крепкого союзника. И поможет восстановить наш суверенитет. Это очень важно. Китай таки останется большой фабрикой. Потому что полтора миллиарда человек нужно будет чем-то занять. Они не могут заниматься услугами, как в Казахстане. Туризм, шоппинг, продукты питания. Нужно что-то еще где-то зарабатывать. Они будут все равно производить. Основные потребители пока остаются Европа. Со временем станет Россия и Казахстан. Поэтому, я думаю, у Казахстана будущее атомная энергетика и логистическая составляющая. Потому что нужно будет связать Азию с Европой. Это важно. Почему нам нельзя дружить с Европой? Посмотрите, вот здесь вот сколько этих стран европейских. Какая-то творж. Но это вещи мелочные люди. Я когда работал с иностранцами, европейцами, у них менталитет бедных и нищих. Бедных и нищих. Они подбирают машину небольшую, а маленькую, чтобы поместились между мусорными баками около твоего двора. Кто был в Европе, знал, что там крутых машин просто нет. Они есть только у нас. У нас и в России. Поэтому, это люди бедные. И всегда будут содержанками. Всегда будут содержанками. На чьих? За счет чего? За счет нас и России. Поэтому я думаю, что нам только с Россией нужно будет дружить. В Китае совсем другой менталитет. Абсолютно другой. Слава Богу, нас пока обедняет язык. У нас пока обедняет образование. У нас есть общая история. Поэтому мы с Россией сможем поднять этот огромный ресурс. Кому интересно, у меня на канале есть обзор лекции Ковальчука. Развитие новых технологий. Это вот прямо на моем канале. Если вы зайдете, вот здесь вот обзор лекции Ковальчука. Это четыре недели назад. Там как раз говорится об потребности в атомной энергетике, о сверхпроводимости. А транспортная логистическая система, ну это просто, ну, должно быть. Мы географически востребовали. Причем, вы знаете, когда я работал в Харикене, там с канадцами, мы должны были построить нефтепровод до Китая. И что, знаете, что произошло? У нас, мы должны были построить отсюда, от Козлорды до Китая. И в течение двух лет, когда я работал, так и не смогли утвердить смету. У нас железно-транспортное полотно широкое, а Китай узкое, знаете, да? И поэтому там или строят, меняют колесные пары, или через емкости перекачивают нефтепродукты. Так вот, когда китайцы купили, они за несколько месяцев построили нефтепровод. То, что мы не могли осилить за несколько лет, они построили за некоторое время. Поэтому это ребята дерзкие, быстрые. Я думаю, что они с удовольствием помогут нам с финансированием. И мы сможем обладать классной логистической системой и зарабатывать на этом деньги. Поэтому я думаю, у Казахстана прекрасное будущее. Нам нужно развивать образование и обязательно упор делать на русский язык, потому что Россия будет генеральный партнер. Развивать атомную энергетику и транспортную. Поэтому у Казахстана светлое будущее. Очень важно отправлять женщин на пенсию в 55 лет, чтобы они могли о внуках своих заботиться. Потому что родителям надо зарабатывать деньги, а внуков то будут ухаживать за их детьми. И отправлять их в университет, готовить, ухаживать за ними. Вот как раз бабушки и дедушки будут заниматься будущим поколением. Потому что пенсия это плата за воспитание будущего поколения. Поэтому все у нас хорошо. Я думаю, что руководство нашей страны должно на это обратить внимание. И начать выстраивать свою политику для развития будущего Казахстана. Казахстана именно в атомной энергетике не слушать никакие протесты. Люди недалеки, условно говоря. Потому что все у нас пользуются телефонами и без электроэнергии уже вообще жить невозможно. Отключи электроэнергию, города замерзнут и утонут в говне, грубо говоря. Поэтому энергетика очень важна. Не используют географическое положение страны, но это только сумасшедшие может сделать. А у меня на сегодня все. Я верю в Казахстан, где светлое будущее и умные люди живут. Самое главное трудолюбивые. Доброго дня. Продолжение следует... Продолжение следует...